Привет, мои друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я решила выйти на улицу Минск и интервью наших городских девушек о том, что они думают о отношениях с людьми. Они готовы для этого? Какой типо национальности они предпочитают? И также, что для них означает «профессиональный день»? Давайте спросим их Есть небольшая слабость! Что для вас свидание мечты? Обитаемый остров! О, хороший вопрос! Потому что у меня давно не было свиданий! Так! Подходит ли вам, в принципе, отношение с иностранцами? Я вообще всегда думала, что мне будет сложно общаться с иностранцами из-за разности менталитетов и поэтому я больше смотрела на людей, которые знают мой язык потому что у нас общие шутки, общие приколы и в этом плане намного проще Но! Если выучите английский, и вот это главный языковой барьер мешает взаимодействию но если я повышу свой уровень английского наверное, я буду больше готова Какие национальности тебе больше нравятся? Ну, я, наверное, всегда романтизировала итальянцев, французов И американцы тоже в моей голове тоже выглядели прикольно потому что жить в Америке это элитно и сложно туда попасть и сложно получить green card то с этой стороны, да но я специально никогда не занималась поиском вот только американцы, вот только французы, только итальянцы но я не знаю, как будет дальше моя жизнь если я познакомлюсь с американцем и уеду в Америку, будет прикольно Хорошо, и что для тебя идеальное свидание? Какое оно? Я всегда, когда говорю про идеальное свидание, я говорю не про атмосферу вокруг а какой человек напротив и для меня намного важнее ощущение рядом комфорта а где оно не совсем важно потому что в заведении у меня были классные свидания у меня были классные свидания и просто прогулка и в кинотеатре были классные свидания вот совсем недавно поэтому здесь главное какой человек, какое ощущение рядом с ним и это намного важнее Хорошо, а ты сейчас в отношениях? Нет, сейчас хожу на свидание. Как раз таки я переезжаю в Польшу, так что буду знакомиться с иностранцами. Вот как раз таки в тему. А чем будешь заниматься в Польше? Я сейчас занимаюсь таргетом, личным брендом, инстаграмом, работаю с блогерами. То есть фриланс и все остальное. Отлично, а в каком городе будешь в Польше жить? Хочу в Варшаву. Хочешь в Варшаву? То есть в Варшаве можно к тебе обращаться. Можете писать. Меня зовут Виолетта, меня зовут Полина, мы из Минска. И мы учимся в Линго-гуманитарном колледже на учителей английского языка. И мы, в принципе, готовы на отношения с иностранцами. Да, но в этом есть свои минусы, неполадки какие-то. Да, например, разный менталитет, из-за этого потом в быту, может, какие-то сложности будут договориться. Плюс язык надо знать, чтобы свободно контактировать. Переезд в другую страну, если... Вот. Из национальностей нам нравятся турки. И европейцы. Да. Вообще, я очень люблю украинцев. Украинцев? Да. Славян. В принципе, белорусские мужчины, конечно, никого нет лучше белорусских мужчин. А идеальное свидание? Наверное, чтобы мужчина сам встретил, или заказал такси, свозил куда-то, заплатил. Подарил цветочки. Да, провел до дома. Вот это вот прям идеально было бы. Главное настроение. Да. Хорошее, позитивное. Чтобы был мужчина, чтобы ухаживал за девушкой. Ну, конечно, готово. Я бы даже сказала, что это предпочтительно по сравнению с нашими ребятами. Да. Какая национальность? Я думаю, что это не принципиальный вопрос уже, как познакомимся. Но, наверное, азиаты. Азиаты. Да. Все-таки внешне. Внешне привлекательно. А какое для тебя, для вас, идеальное свидание? Я бы сказала, незапланированное. То, что встретился, и случайное что-то, неожиданное, чтобы было больше эмоций. Вот. Что-то живое. Можете добавить, что ли? Наверное, да, что насчет идеального свидания, наверное, что главное, чтобы был диалог. Ну, то есть, допустим, вот в кино, думаю, на первом свидании это не очень, потому что вы там будете чисто сидеть и молчать. А хотелось бы больше как-то друг друга узнать на первом свидании. Да. Что-то легкое и непринужденное. Да. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Дарья. Я нахожусь в отношениях, в отношениях с беларусом. Но мое личное мнение, что любая девушка, она может встречаться с кем угодно, а именно с любыми иностранцами, кому по душе азиатская культура, пожалуйста. Но все же, мое субъективное мнение, что идеально это поляки, потом, возможно, иностранцы из США. Мне кажется, они очень по крови подходят. Я почему-то по ощущениям хочу сказать, что германцы не подходят. Немцы. Немцы. Это, наверное, опыт, да? Нет, опыта не было, но как-то по внутренним ощущениям, мне кажется, это противоположные расы, противоположные люди нам, и тяжелее всего будет найти общие какие-то коннекты. Я, конечно, за своих, за русских, за украинцев, за что-то свое славянское. Но я считаю, что любой брак, любые отношения, они максимально должны идти от сердца, а это главное, что должно быть. Хорошо. Что для вас свидание мечты? Для меня свидание мечты, когда это организует мужчина, я ничего не знаю, я не могу ничего предположить. Мне просто свойственно такое качество, что я могу приугадать что-то. Поэтому, если я ничего не предположила, ничего не угадала, это значит, что уже свидание мечты. Вот, это значит, что оно мне уже нравится. Ну, наверное, это, наконец, полет на самолете, потом сходить в какой-то классный ресторан, прогуляться по улице. Возможно, даже познакомиться с родителями сразу же. Это сразу показывает серьезность и намерение. Съездить, путешествовать хоть на пару дней, там, даже если в Беларуси, то там на водопады, там, в Гомель, в Брест, в любые просто места. Что-нибудь активное. Либо же, кто больше такой спокойный, больше интроверта, я бы, наверное, посоветовала устроить какой-то романтик дома. Кино, свечи, вкусная еда вместе приготовленная. Готовы ли вы к отношениям с иностранцами? Да, это моя мечта. Так, отлично. А какие национальности вам больше нравятся? Итальянцы, испанцы, американцы, австралийцы. Что для вас свидания, мечты? Необитаемый остров. Так, отлично. А вы сейчас в отношениях с вами? Нет. Хорошо. Поиски, я в свободном поиске. Поиски, да? Но, как бы, интересен, да, формат общения с иностранцами, да? Да, это сейчас, мне кажется, самое актуальное, потому что хороших парней наших уже давно-давно либо разобрали, либо они все у нас уехали за Бугор. Честно говоря, как жизнь сложится. И не отрицаю того факта, что такое может произойти в целом. Я не очень-то смотрю, на самом деле, на национальность, но, на самом деле, к сожалению, мир такой не идеальный, что, в принципе, есть такой момент, как религия и культура и ментальность, которая, скажем так, может не подойти именно тебе лично, то есть, конкретно, например, мне не подойти. И, соответственно, эта культура, она настолько сильно может повлиять на эти отношения, что, в целом, их не получится никак выстроить. Поэтому, да, ты, с одной стороны, не обращаешь, как бы, когда знакомишься с человеком, на то, какую национальность. Если связывается контакт, ты смотришь, какой-то человек интересный в целом. Но все равно момент культуры, традиционность, когда они стоят отменять, потому что это действительно такое важное подспорье для создания тех или иных отношений. Хорошо. А может быть, какие-то есть предпочтения с точки зрения, там, национальности у тебя? С точки зрения национальности, наверное, предпочтений нету, на самом деле. Да и в целом у меня нет какой-то цели, скажем так, какой бы национальности должен быть мой парень. Я думаю, что должны выстраиваться отношения, как они выстраиваются, неважно, в принципе, с кем. Главное, чтобы вы совпадали друг с другом, там, с точки зрения интересов, вы были друг другу близки, у вас были понятны обязательства друг перед другом, там все, что нужно для идеальных отношений. Хорошо. И что для вас идеальное свидание? Какое оно? На самом деле идеальное свидание — это свидание, от которого ничего, наверное, не ожидаешь и поражает тебя каким-то, не знаю, необычным местом, необычным разговором. Самое главное, на самом деле, чтобы произошел коннект в общении, в беседе, и чтобы действительно появилась какая-то искра между людьми. Ну, я сама из Латвии, меня зовут Алиса. К иностранцам мы, в принципе, ну, я лично, я готова, мне нравится что-то новое. Но был опыт также. Но дело в том, что было проблематично, например, с чувством юмора. У нас оно специфическое, оно у нас другое. Либо нас не понимают, либо мы не понимаем их. В этом, может быть, немножко проблематично. Но в целом, это все равно что-то новое. Вот это смешание кровей — это все-таки, ну, как бы интересно. Более необычно. Интересно. Да, это. А если вы готовы, то какие для вас более интересные нации? Допустим, арабы, турки, американцы, европейцы. Есть небольшая слабость. Так. Ну, мне нравятся, в принципе, восточные мужчины. Да, менталитет другой. Скорее всего, именно жить я бы, наверное, не смогла. Ну, не подходит менталитет. Не я им, не они мне. Но интерес есть. Ну, потому что это что-то другое. Это совсем... То есть восточные мужчины? Да, да. То есть это мы про какие национальности больше говорим? Ну, арабы, в принципе, да и, ну, турки тоже интересны, на самом деле. Ухаживают красиво. А что для вас значит идеальное свидание? Идеальное свидание? Ну, наполненное чувствами, эмоциями, когда меня что-то удивляет. Главное, чтобы мужчина всегда хотел удивлять и не уставал удивлять свою женщину. Вот это, наверное, самое главное. Чтобы были всегда какие-то новые эмоции, новые впечатления. Это, наверное, для меня самое главное. Чтобы была всегда подпитка интереса. Ну, в данный момент я не нахожусь в каких-то определенных отношениях, поэтому мне интересны любого рода мужчины, любой национальности. В принципе, это, наверное, не главное. Главное, какой человек и есть ли гармония между вами. Поэтому это самое... The best. Best of the best. Готовы ли вы к отношениям с иностранцами? Да, готовы. С удовольствием. Хорошо. Какие национальности вам больше нравятся? Грузины, ничего. Такие. Да. Афроамериканцы тоже. Американцы. Американцы. Хорошо. И что для вас значит идеальное свидание? Ну, идеальное свидание это кафе, кофе. Ну, так, для начала. Ну, почему бы и нет? Да, я думаю, да. Хорошо. А есть ли какие-то предпочтения у тебя по поводу национальности? Не очень ничего. Ну, может, у вас есть какие-нибудь предположения? Итальянцы, французы, может быть. Ну, вообще, я думаю, без разницы. Главное, из Европы где-нибудь оттуда. Хорошо. Расскажи, а что для тебя значит идеальное свидание? Какое оно? Главное, чтобы оно прошло комфортно. Чтобы было о чём поговорить, и чтобы человек тоже как-то поддерживал тему. Чтобы не было там вот пауз, которые неудобные, то есть не о чём было поговорить. Просто, чтобы хотя бы было с человеком комфортно, вот беседа и всё. А уже место встречи и так далее не особо так важно. Готовы ли вы к отношениям с иностранцами? Да, готова, потому что я считаю, что не национальность определяет человека, а его внутренний мир. Поэтому, как бы, нету разницы, какой национальности человек. Главное, чтобы были взгляды одинаковые. Хорошо. И что для вас значит идеальное свидание? Идеальное свидание — поход в театр. С иностранцем я бы не была в отношениях. Просто пообщаться может быть, да. А в отношениях нет. Почему? Мне кажется, иностранцы, не знаю, как это объяснить. Сейчас, секунду. Для доничь. Ну да, другой менталитет. Мне кажется, они больше, как это сказать, в отношениях не свободны. Можешь себя чувствовать, что ты там должен делать, как это сказать. Ты не имеешь права что-то делать такое. И, конечно, не свободны быть в отношениях, мне кажется, иностранцы. Это вот ещё зависит же от национальности, да? То есть, где-то, например, там те же, возможно, там восточные мужчины, вот это будет тема, да? А, например, европейцы, если говорить, американцы. Прям с европейцами я не общалась. Больше мне попадались по жизни какие-то турки. Турки из Израиля. Вот такие. Ну, они как бы сначала кажутся такими милыми, ухаживают. А потом, когда ты как-то идёшь на контакт с ними, сначала держишь их на расстоянии, а потом как-то они уже начинают проявлять свой этот абьюз. Ну, вот мне такие только попадались. Хорошо. А что для тебя идеальное свидание? О, хороший вопрос, потому что у меня давно не было свиданий. Так. Идеальное свидание, когда мужчина тебя встречает с цветами, он сам решает, куда вы пойдёте. То есть, это для тебя полностью загадка. Ты ничего не знаешь, непредсказуемость. Он тебя куда-то поведёт. Ну, не обязательно это какой-то лакшер-ресторан. Просто хотя бы, чтобы он подумал. Спланировал. Спланировал, да. Чтобы ты расслаблялась. Да. Иностранцы, конечно, могут быть интересными мужчинами, скорее европейцы. Забегая вперёд, я подслушала вопрос заранее. Да. О чём? Потому что как-то, может, более активно проявляется в моём понимании ценность женщины у иностранцев. Хотя я до этого не общалась с мужчинами иностранцами, может быть, я ошибаюсь. Однако, верю в то, что наши белорусские мужчины, при желании найти какую-то женщину, которая соответствовала бы их мужественности, найти в женщине женскую часть, они всегда смогут тоже очень хорошо ухаживать и красиво преподносить какие-то ситуации. Поэтому в наших мужчин я тоже верю. И расширяю своё поле. Иностранцам готовы оказать внимание, но белорусским отдам приоритет. Идеальное свидание для меня, когда всё же мужчина проявляет инициативу, возможно, приносит букет цветов, подарок, если это уже возможно в этом формате, угощает чем-то, беспокоится о том, насколько для женщины важно место, где они будут встречаться, предлагает варианты. Ну и в любом случае это интересный разговор, это взаимные какие-то схожести в ценностях, если мы говорим про первое свидание. Ну, я нахожусь в отношениях с парнем белорусом. Потенциально, в принципе, я понимаю, что я не была бы против встречаться с человеком любой национальности, потому что для меня это не важно. Но встречаться с каким-то другим я уже не планирую, поэтому мне сложно сказать. Ну, какую-то одну национальность я бы точно не выделяла, потому что это странно как-то. Ты просто влюбляешься в человека, а где он родился, из какой он семьи, это уже очень второстепенно. И очень, очень... Ты потом вообще про это не думаешь, мне кажется. Хорошо. И что для тебя значит идеальное свидание? Какое оно? Идеальное свидание, оно с любимым человеком. А где оно, в принципе, не важно. Каждому свое. Я люблю что-то максимально расслабленное такое. Я вот люблю прям полежать, посмотреть фильм, не знаю, спа. Что-то, где я могу отдохнуть душой, не лезть в телефон и быть только наедине с молодым человеком. Ну, я думаю, в целом готовы. Весьма. Хорошо. Как вы считаете, какие анализы они в основном выбирают? Возможно, европейские больше. Как вариант еще с американцами. Я думаю, что туда, с кем они пересекаются. Они выбирают европейские, можно было бы где-то встретиться, да? Не считая интернет. Кто же к нам приезжает чаще? Турки. 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 С турками? Ну, я, вероятно... В принципе, я видела пары из там вот наши какие-то девушки там. Возможно, они не белорусские, возможно, русские. С турками. Ну, я думаю, что это не часто бывает. Я думаю, что это очень индивидуально в целом. Как они за ребенком говорят, что это было? Почему бы и нет? Это как бы неплохой шанс сменить обстановку. Сменить обстановку? Ну, наверное, я свое какое-то видение накладываю на это, потому что если говорить про отношения с иностранцем, то я бы, наверное, больше выбрала европейцев или американцев. Европейцы все-таки приближены к нам по менталитету, по отношению, наверное, в паре, по отношению к вообще любовным связям, например. Потому что те же турки, из того, что они больше с мусульманской стороны, они по-другому смотрят на брак, на женщину. Ну, это мое видение, наверное, так. Я в чем-то соглашусь с тобой, но, типа, тут вопрос в том, что все мужчины-мусульманские очень много проявляют в девушке внимание, к нашему, которому они не привыкли получать от наших мужчин. И, возможно, это очень их подкупает. Я как бы не выступаю ни за ту, ни за другую сторону. Я бы даже не знаю. Я думаю, что девушкам, если это устраивает, то почему бы и нет. То есть я знаю, что многие едут туда, как раз, к зайцам. Реша, а просто что для вас интересное свидание? Ну, для меня я очень люблю прогулки. И, наверное, интересное свидание это было бы в каком-то красивом атмосферном месте. Не знаю, возможно, в какой-то менее людном месте. То есть какой-то интересный сквер, интересный парк, возможно, за городом. То есть для меня больше идеальное свидание это про атмосферность, про какие-то разговоры. То есть ресторан это точно не для меня. То есть не для первого свидания, не для идеального свидания. То есть это как бы, возможно, вариант другой, но для меня это больше вот красивая какая-то местность, красивое место. Ну и в целом какое-то именно интимное большее. Не знаю, вопрос сложный. Потому что все-таки первое свидание, оно должно быть каким-то показателем для мужчины. Да, это какой-то шанс проявить себя. Я думаю, это так. Вот, поэтому я с Олей согласна, что идеально это, конечно, прогулки. Да, это очень классно. Но все-таки мужчине надо дать какую-то возможность показать себя перед девушкой, покрасоваться. Поэтому как вариант совместить какую-то прогулку и выход в какое-то интересное место. Все-таки с каким-то и ресторанным в том числе. Часто я слышу с женской стороны о том, что есть недопонимание. То есть человек, переезжая к вам и приезжая на вашу территорию, он хочет вас слышать. Но в большинстве ситуаций мужская сторона, мужская половина не хотят адаптироваться, не хотят уступить, не хотят что-то изменить. Потому что на вашу территорию приходит человек с другим набором принципов, взглядов, жизненных устоев. И, наверное, я бы больше здесь сказал, что выбрать можно, если вам человек по душе. Не важно, это белорус, русский, белоруска, русская. Важно, когда вы приглашаете на свою территорию, чтобы вы создавали там частично тот же уют, который пересекается с ее прошлой жизнью. А не ставили жесткие рамки и заставляли человека выполнять и играть по вашим правилам. По тем вашим устоям, по которым она, скорее всего, примет какую-то часть, но в остальных это будет стычка, будет проблемы и это будет мешать. Мои друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я думаю, что такой формат видео, где я интервью девушек, очень хорошо и полезно для вас, чтобы вы понимаете, что мы можем понимать, что мы девушек. It was really pleasant, almost all ladies, they were ready to speak to me and it was not so challenging as I thought at the very beginning. So it was a nice experience for me as well. So if you like this video, it would be great if you support it with super thanks or by becoming a sponsor of this channel or just to give a like, any kind of comment. And all this would be really helpful. Thank you so much and see you soon.